Продолжение следует... То есть, иногда Шри Читани Махапрабху находится в глубоком внутреннем сознании. Иногда он наполовину сознает тот внутренний мир и наполовину сознает этот внешний мир. А в иных случаях он в большей степени сознает здесь. И из Писания мы знаем, что в течение дня он, Шри Читани Махапрабху, старается сдерживать свой экстаз. Поэтому он старается держаться подальше от Джаганата, не подходит слишком близко, чтобы не получить Даршан. Потому что даже какая-то незначительная деталь, какая-то мелочь способна родить в Махапрабху глубочайшие воспоминания. Иногда достаточно одной строки из поэмы. Например, Шри Гуру Деву очень нравилась эта строка из Гитагавинды. Когда Махапрабху слышал это, он терял внешнее сознание. Он не мог контролировать себя от наклынувших экстатических чувств. И преданные знают об этом, и они стараются помогать ему как только могут. Но вечером за закрытыми дверями Махапрабху более не сдерживает себя. Также мы слышали, что в это время Сваруб Дамадар или Роман Андарай читали соответствующие стихи и шлоки для того, чтобы способствовать развитию экстаза в Шри Читании Махапрабху. Но иногда, несмотря на все предосторожности, предпринятые преданными, в комнате Махапрабху в Гамбире не было. Там была только одна дверь, и эту дверь охранял кто-то из преданных. Но, несмотря на эти предосторожности, иногда загадочно, мистическим образом Махапрабху исчезал оттуда, убегал. Когда он переживал чувства божественного экстаза, иногда эти чувства приводили к тому, что его тело сжималось, а иногда к тому, что оно растягивалось. Иногда, когда Махапрабху исчезал таким образом, то Сваруб Дамадар возглавлял группу поиска, и ночью, при свете факелов, они искали повсюду Махапрабху. Ведь Махапрабху находится в положении противоположном нашим, а именно, мы, видя даже духовные вещи, воспринимаем их материальными из-за своей болезни. А Махапрабху, он видит даже материальные вещи, но он видит связь всего материального с центром безграничного. Поэтому он рассматривает песчаные дюны, как Холм Говардхан. А в океане он видит Ямуну. И иногда прыгает в Ямуну. Потому что в своем глубоком внутреннем сознании он видит там игры Кришны и Браджагопи и участвует в них. И мы слышали, читали об одном таком эпизоде, когда преданные искали Махапрабху ночью таким образом, и подобные поиски были связаны с большими переживаниями для преданных, поскольку они не знали, а вдруг он оставил этот мир. Итак, в том случае Махапрабху прыгнул в воды Ямуны, то есть воды океана, и плавал там на протяжении многих часов, будучи погружен во внутренний экстаз, пребывая во внутреннем мире. Иногда его описывают как океан экстатических чувств. И те, кто были в Пуре, те знают, что там есть рыбаки, которые рыбачат. В том числе по ночам. И в том случае также один рыбак поймал в своей сети Махапрабху. И когда он вытянул, вытягивал Махапрабху на свою лодку, на борт, он прикоснулся к божественному телу Махапрабху, к золотой форме Махапрабху. И благодаря этому прикосновению он стал неконтролируемо, необузданно повторять Кришна нам. Этот рыбак решил, что он увидел привидение. То есть рыбак, почувствовав, заметив, что он стал неконтролируемо сам произносить имя Кришны, он решил, что он увидел привидение, и теперь он одержим этим призраком. И так этот рыбак после этого ходил, бродил по берегу океанов Пури, непрестанно повторяя, Кришна, Кришна. Он думал, что сошел с ума. Как иногда люди говорят друг другу, ты что, с ума сошла? Пытаюсь. Я пытаюсь сойти с ума, пытаюсь избавиться от ума, но никак не получается. Быть может, по вашей милости я смогу сойти с ума, избавиться от ума. Да, вы преданные все сумасшедшие. Сам Махапрабху говорил так. Он сказал одному предному, я первый безумец, а ты второй. Как сказано в гите, что ночь для одного, то день для другого, и наоборот. Поэтому культура сознания Кришны кажется безумием материалистом. Гуру Махареш говорил, мы преданы невидимке. Но существует определенный метод, процесс, следуя которому мы сможем увидеть. Как рентген, который открывает, что скрыто в глубине. Объективный мир — это поверхность, но рентген, духовный рентген покажет нам, что в глубине. И что такое духовный рентген — это культура веры. Богооткровенная истина. Садху, Шастры, Гуру, Вайшнава, они ведут нас в глубинный внутренний мир, который находится за пределами поверхностного материального мира. Так или иначе, тем вечером Сваруба Дамодар и остальные преданные встретили того рыбака, который непрестанно повторял Кришна, Кришна, Рама, Рама. И Сваруба Дамодар спросил, что с вами стряслось? Он сказал, на меня напал призрак. На что Сваруба Дамодар отвечал, а я опытный экзорцист. Пожалуйста, расскажите подробнее о вашей проблеме. И он рассказал, что я рыбачил, но затем в своей сети я поймал что-то золотое, какого-то золотого призрака, и теперь я одержим этим призраком и непрестанно повторяю Кришна нам. Сваруб Дамодар сказал, я знаю, как это вылечить. Отведите меня к этому золотому существу. Они отправились туда и нашли там Гаурангу Махапрабху. Его тело под влиянием опустошающих экстатических эмоций было растянуто. Преданные очень огорчились, видя это. И Махапрабху был без сознания, казалось, он едва жив. И преданные начали повторять Харе Кришна. И Махапрабху начал постепенно переходить из внутреннего сознания в полувнутреннее, полувнешнее сознание. И начал описывать своим спутникам, что он видел в своих божественных видениях. Божественные водные игры, игры на воде, божественные читы, Радхи Кришны и их спутниц. Махапрабху сказал, звук колокольчиков на их лодыжках был самым очаровательным звуком, что я когда-либо слышал. Билва Мангал Такур пишет, Эти колокольчики на лодыжках Браджа Гопи состоят из драгоценных камней Чинтамани. И даже в одном камне из этих камней Чинтамани большее богатство, большее великолепие, чем во всех мирах Вайкунхи вместе взятых. А Гопи нанизывают эти камни на нитки и носят их как украшения. И Махапрабху сказал, и этот звук, который они издавали при этом, звоном колокольчиков на своих лодыжках, был столь сладостен, столь приятен, столь увлекателен, а вы подняли этот шум и из этого шума привели меня сюда. Шрила Гуру Махарадж говорит, о каком шуме, говорит Махапрабху? Ведь это был Кришна-нам, Сваруп Дамодара и других великих преданных. Но Махапрабху сказал им, в сравнении со сладостью звука, который я слышал там, в высшем мире звука, издаваемого теми колокольчиками, «Ваш, Кришна-нам, это шум по сравнению с этим». И Махапрабху начал плакать. Последнее ли это слово в понимании этой истории? Ведь все это было сказано, казалось бы, что еще можно добавить? Но после описания этой интерпретации, Шрила Гуру Махарадж дает еще одну свою интерпретацию, которая полностью переворачивает все наоборот. Он сказал, сила Кришна-нама оказалась столь велика, что ему было оказано предпочтение прямому участию в Кришна-лиле. Кришна-нам столь велик, что Кришна-нам сумел вытянуть его из прямого участия в Кришна-лиле. Так что же такое сознание Кришны? Врама говорит, Брахма говорит, «Другие могут говорить, что они что-то знают о Кришне, но что касается меня, я мало что могу сказать». Однажды мне выпала удача, хотя бы недолгого, но общения, непосредственного общения с учрилой Праупадой. И в то время он спросил меня, какого рода проповедью я занят. Это было в Нью-Йорке много лет назад, и я отвечал Праупаде, «Я проповедую индусам». Но, продолжал я, Праупад, иногда они говорят мне, «Да, да, я знаю, кто такой Кришна». Прабхупада рассмеялся и отвечал, «Да, в этом их болезнь». Это болезнь думать, «Я знаю Кришну, я знаю, что такое сознание Кришны». Любой, кто сколь-нибудь по-настоящему соприкоснулся с этим, ни за что так не скажет. Он скорее скажет, «Иногда, по милости великих преданных Кришны, нам является какой-то отблеск». Бхакти-Винод-Такур сравнивает этот отблеск со вспышкой молнии. Когда ночью приходит вспышка молнии, то на мгновение все освещается, а потом исчезает. И так же к нам приходит какой-то отблеск, отблеск сознания Кришны, а потом исчезает. И как это воздействует на наше сердце? В нашем сердце рождается желание, жажда обрести это снова. Поэтому не следует пытаться обратиться напрямую и силой получить. И в завершение я хотел бы сказать следующее. В читании Чиритамрите, Кришнадас Кавираджа Госвами, когда он писал Мадхи-Лилу, он думал, что, возможно, он не проживет достаточно долго, чтобы завершить всю работу. И поэтому в одной главе Мадхи-Лилы он приводит краткое содержание всего, что он хотел бы сказать во всей книге. И там он говорит о разлуке с Кришной. И о высочайшем проявлении этой разлуке в разлуке Шримати Радхарани с Кришной. И тогда он цитирует слова из пьесы, написанной Раманандой Раем. Где Шримати Радхарани говорит, что в прошлый раз, когда я видела Кришну, это было подобно тому, о чем мы говорили, вспышке молнии. И в результате этого на нее напала любовь, напал экстаз. Но это все закончилось так быстро. И тогда она в своем божественном безумии разработала новую стратегию. Она говорит, если Кришна явится передо мной еще раз, я не буду обращаться к Нему напрямую. Вместо этого я буду поклоняться Времени. Как мы иногда берем лампу с Ги и проводим Арати, так же и она хотела провести Арати Времени. Таким образом, чтобы время остановилось и, будучи довольна ею, замерло на какое-то время. И после того, как время будет удовлетворено, довольна ею, тогда она обратится к Кришне. Мы можем понять глубину погружения в сознание Кришны обратным, инверсивным методом. Я Алету страдаю. Я Алету страдаю. Есть, «Ж Vulening ноги с чином». Якую дату!